ну что попробуем рисовать говорить объяснять рассуждать короче говоря взял специально красный лист потому что по бокам два красных дома в середине вот белое светлое голубое вот это светлое голубое это и нарисую то что по бокам будем выявлять трудно в общем с одной стороны можно говорить много говорить о том что я хочу и почему я это так изображаю с другой стороны это сильно мешает ну по сути все строится по простым очевидным законам красоты они есть как ни странно неучи все говорят это все типа талант по наитию ну талант нигде не отменялся да ни в одном деле между прочим а наития оно основано должно быть на чем-то на знаниях прежде всего на на студии на обучение и на как это не покажется странным на логике на рассуждениях вот вот там вот эти черные черные балконы если вы заметите да потом я покажу я стена поступают на светящийся белый фоне там у нас витражи светятся здесь такие косые а там голубое небо мы будем рисовать небо то голубое а вот здесь вот интересные синие такие финтифлюшки которые архитекторы приделали то самое какое-то архитектурное излишество для красоты они это называют ну а зачем еще вот эта синяя ерундовина приделана там козырек что ли нет это просто ну вот денег много у застройщика доверяют нашим этим архитектором а те вот не умея сделать функциональным дом делают тут такие всякие пибамбасы но если в старых домах ну тех что можно отнести к декору ампира сталинского или еще что то все эти так называемые излишества были обусловлены орнаменталистикой а орнамент это знаки это извините это гораздо серьезнее нежели вот такие конструктивистские простые примитивные формы у конструктивистского излишества нет оправдания я конечно не буду а вот моя тень да это я я конечно не буду сейчас вести полную трансляцию мне это страшно неудобно Валентин Вихров вижу вы появились отлично вот я это делаю специально для вас вы поняли да но мне трудно пояснять по ходу а то мог бы получиться был интересный ну как бы онлайн почти урок да но не получится очень трудно камеру держать качество главное плохое да я это все буду попытаюсь записать на видео у меня тут стоит видите вот сейчас покажу вот камера стоит вот она должна как бы записывать ну записывает ну условия естественно военные так или иначе ну что я могу сказать про этот вид который мы здесь вот видим и я уже начал его рисовать видите ну посмотрите ну это может быть день такой или что вот это же интереснейший створ да вот смотрите справа какая стена черная как врезаются эти самые балконы в эту белую белую вот эту вот я это уже первым делом нарисовал видите да вот как они врезаются в эту белую стеклянную стеклянный витраж да посредине вот такой голубой просвет а по бокам справа и слева две башни которые сами по себе тоже интересны если мы присмотримся вот видите вот я сейчас увеличиваю вот смотрите там же интересно сверху да дело наворочено да и вот здесь вот интересно сверху наворочено это я вот называю в общем то излишеством в архитектуре когда архитекторы не могут функционально что-то сделать они делают вот такие прибамбасы очень дорогие между прочим это я вот этот проголубой вот это вот козырек голубой который вот абсолютно не функционален он не для чего это просто выкинутые деньги да они это называют для красоты и вот там вот наверху видно да вот это вот вот это вот все синяя фигня вот это вот это все для красоты у них называется вот чтобы как-то разнообразить свою убогую архитектуру и разнообразить свою убогую фантазию я уже тут проводил приводил пример вот с домами сталинского вампира и так далее где все это решалось с помощью арменталистики ну ладно сейчас я не буду проводить лекцию а будем рисовать и собственно ну я вот начал уже рисовать ах как солнце тут мне сейчас выглянуло и сильно мешает ах черт побери ну ладно я рисую пастелью ну главную идею я сказал в общем то я вижу здесь много интересных задач это вот правая тень выступающие балконы интересная вот эта вот штуковина тут вот деревья вот так вот растут кстати вот эти вот обратите внимание на ритм деревьев и ритму вот этих вот наклон почти единый наклон вот этих господи столбов таких фонарей да и потом там деревья и вот это горизонтально то есть всегда когда берешься что-то рисовать а вот там вдали я вижу вот скверики интересненький такой зелененький орнаментом сделанный заборчик на этом тоже сделать надо акцент будет и темное вот это вот горизонтальная полоса домиков вот этих вот которые там стоят их прорисовывать может быть необязательно ну и самое главное что надо перед собой ставить какую задачу это вот я всегда говорю правила искусства они простейшие их надо просто понять их надо придерживаться контраст нюансы тоже да контраст это вот это белое с черным горизонталь с вертикалью нюанс это вот наклон вот этих вот деревьев все это надо рассуждать все время без головы рисовать невозможно я все время всегда себя всех студентов требовал чтобы они сначала себе формулировали словесно задачу вот встав перед пустым листом нужно сформулировать себе буквально так тупо по пунктам раз два три четыре что ты хочешь и для чего ты хочешь нарисовать вот примерно по пунктам так вот я вот объяснил хотя гораздо больше можно тут рассказывать но я это попытаюсь рассказывать в процессе рисования да ну а в прямом эфире конечно рисовать сложно и я не буду заниматься этим издевательством мне тут надо сейчас будет справляться с солнцем как-то да оно так выглянуло очень ах нельзя на солнце ругаться ведь да я на него не ругаюсь я ему спасибо говорю спасибо что она выглянула и мне помогает вот но так или иначе держать в одной руке телефона а другой рисовать очень сложно я сейчас трансляцию эту закончу и буду выкладывать этапы да буду выкладывать этапы и чего мне надо чтобы показать вам что все таки это честное рисование на пленере в сибири почти зимой последние дни теплые я ловлю с большим удовольствием пока еще не замерз может быть я сегодня ее даже и закончу ну ладно я трансляцию заказ заканчиваю и буду этапы выкладывать и записываю это все на видео и если у меня будет время вечером я это видео сделаю пока оставайтесь с нами ну продолжим ну так голубой здесь будем рисовать наверное надо да но такой голубой он почти ну сильный синий синий сильно голубой да такой однотонный конечно он здесь яркий цвет ой очень такой яркий ну как хорошо что я все таки не живописец и меня не интересует ну не то что не интересует конечно интересует но в данном случае у меня задача немножко другие чем живописные пластические они у меня знаковые системные вот я ищу и взаимоотношения пятен в плоскости можно сказать да всегда тоже вот думаю надо ли растирать когда то надо где то не надо растирать пасты постри уст ухты красиво рисуете Чё, правда нравится? Да, красиво У нас Алена так хорошо не нарисуется О, ну Я, конечно, с Аленой-то не сравнюсь, наверное Алена, она кто? Это моя одноклассница А, ну она явно лучше всех рисует Нет, у нас Айдана лучше всех рисует в классе Но вы лучше всех рисуете Я? Да Так оказывается, вы в школе? В четвёртой В четвёртом классе, в девятой школе И вы там даже рисуете? Да Как здорово Я уже думал, сейчас в школе и не рисуют совсем Нет, рисуют Только на случай по-другому Ну, это правильно Вы знаете, дело в том, что учиться И рисовать, вот когда ты уже научился Это очень разные, очень разные вещи Потому что, когда учишься, там стоит одна задача Там надо всё поэтапно, медленно Надо всё, как бы, проходить по... Ну, по этапам И поэтому учат по этапам Может быть, это даже не совсем интересно Хотя всё равно это интересно, да А когда ты уже рисуешь И как бы ты уже научился То у тебя совсем другие задачи стоят Ну, то есть, ты уже приходишь вот на улицу, да Например И я же уже не ставлю задачу срисовать, например Хотя, например, можно было бы поставить задачу Точно это всё дорисовать А я уже... Поскольку я знаю, что я умею точно рисовать Я уже так делать не буду А я уже... Мне больше интересно нравятся эффекты какие-то Специально их акцентировать Вот Их выявлять Другие совсем моменты Которые, может быть, в учебной задаче и не решаются ーー Я работаю Носвязь Игра 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 Верси Игра Верси Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не пугайтесь... Он темнеет, но потом светлеет и все встает на свои места Вот он сейчас будет долго-долго сохнуть Зато картинка такая яркая стала Это страшно нравится моим всем... Когда я портреты рисую, да, я тоже лаком покрываю его И все говорят, ой, она ярче стала Я говорю, ну елки-палки, ну неужели вы думаете, что яркость картинки это моя цель? Нет, конечно Ну ладно, ждем, когда картинка высохнет И подумаем, наверное, все-таки доделаю Еще полчаса, еще можно поработать Потом еще где-нибудь полчаса порисовать Все, пока Наблюдайте, что происходит Так вот, я уже сказал, что Вот здесь гораздо темнее Здесь гораздо темнее И все бы это нужно доработать А дорабатывать уже поздновато И я рассуждал, надо мне сейчас этим заниматься или не надо Вот Потому что для того, чтобы поверх пастели работать дальше Надо ее закрепить было Вот этим... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И последний стрих Проводов там немерено Проводов немерено Между столбами Несколько Как-то вот так вот они проходят Вот так То, что творится в городе с проводами Ой, это отдельная тема Это отдельная тема Я вот фотографии приложу а там внизу еще смотри все снова вот смотри ты вот этот считала большой вот да считала вот 21 провод только вот на этой картинке у меня же здесь меньше у меня здесь меньше у меня здесь всего-то ничего и по-хорошему надо вот эти все провода вот так вот все что рисовал все вот так вот перечеркивать до свидания ну что в принципе можно сказать что я закончил да можно сказать что я закончил батарея садится сейчас я эту картинку сфотографирую пойду еще может успею где-нибудь садится садится все пока